всем привет не пугайтесь мои прически я сама ее боюсь и поэтому мне сегодня крайне необходим антистресс и я предлагаю вам вместе со мной приготовить творожный мусс презентовать его попробуем в виде маленьких пироженок и давайте начнем а то я буду плакать ну и смотрите что нам понадобится так я беру 200 грамм творога у меня домашний деревенский 5 грамм желатина замоченных 25 миллилитров воды просто два яйца из них я буду брать только белки 50 грамм сахара здесь у меня смешано 50 грамм сметаны домашней деревенской и 50 миллилитров молока и забыла выложить ванильку ванилин ванильный экстракт ванильный сахар что угодно на ваше усмотрение и что нам сейчас нужно нам нужно смотрите что нам нужно мы соединим вот эти вот три компонента единственная думаю что мы это сделаем в более крупной посуде и нам нужно это ну я буду блендером погружным вы как вам удобно если будете повторять каким образом вам удобно это таким образом и делайте хотите через сито потом просто перемешивайте хотите в миксере вот в таком в кутере ну как бы кому как удобно вот такой вот судочек контейнер не знаю как правильно отправляю сюда творог или творог или как хотите отправляю сюда сахар и отправляю сюда сметану вместе с молоком сейчас немножко размешаю для удобств беру блендер и сейчас я но я не буду показывать вам как я буду это все толочь и блендерить встретимся когда уже будет масса готова смотрите пропустила я через блендер вот такая вот уже очень красивая глянцевая масса получается у меня и у меня уже настроение улучшается уже приятно смотреть да такая тоже уже полноценный десерт уже красиво выкладывая и уже кушать можно сладкая о я ванильку забыла положить час я не нашла кристаллический нашла какой-то вот пакетик но я думаю целого пакетика сюда много я вот чуть-чуть то что здесь порция достаточно маленькая так все теперь и аромат есть у этой вкуснятины хотя я вам скажу она и так пахла очень даже очень даже не ну посмотрите на нее на красота крупина практически нет ну конечно можно было еще лучше разбить чтобы вообще было прям есть конечно немножко вот купишь крупишки есть но не страшно теперь что надо сделать теперь мне нужно я попробую разогрею в микроволновке желатин хорошо набух у меня сейчас разогреваем в микроволновке желатин смотрите разогрела просто вот прямом смысле разогрела даже еще вот ни в коем случае закипеть он не должен и теперь я что делать теперь я ввожу в эту массу разогретый желатин и нужно соединить размешать все это я наверно возьму венчик можно опять вернуть в блендер ну как бы уже не хочется и сейчас мне нужно отделить белки белки вбила в удобную для меня посуду чуть-чуть подсаливаем буквально совсем чуть-чуть много не нужно и сейчас мы взобьем белки в густую прям вот хорошую прям на хорошейшую пену меренгу такую ну я тоже буду пропускать этот момент потому что ну чё там интересно буду жужжать на весь кадр поэтому встретимся когда уже мне будет готова яичная пена смотрите взбила белки подготовила форму смотрите какая у меня крутая формочка есть маленькая я купила буквально за шалобаны купила в каком-то то ли в магните то ли в пятерочке это форма для льда но я так думаю с муссом она тоже очень даже справится и теперь что нам нужно осталось буквально не оч ничего теперь мы сюда потихонечку будем вымешивать наши белки по чуть-чуть добавляем можно взять лопатку и движениями сверху вниз и я наверно так и сделаю сейчас так и в несколько приходов мы добавляем сюда белок так ну и наверное сейчас я уже выложу весь белок наш как вы видите масс масса довольно таки такая жиденькая получается что очень хорошо потому что мы будем разливать сейчас я попробую ложечкой разлить по формам так я возьму сейчас лопатку деревянную металлическую лопатку и просто с грибу вот так чтобы сейчас вот так чуть-чуть постукаю чтобы она там хорошо распределилась а все лишние вот эти моменты я сниму обратно вкусненько как мороженое снимаю то что у меня лишнее обратно в контейнер потому что она нам не нужно эту форму я сейчас ну их давайте сразу разобьем уже в остальные страшники им уже 350 лет они уже только для того чтобы пугать людей распределяем оставшийся мусс ну и здесь тоже вот так вот постукаем чтобы дно выровнялось пузыри чтобы там где-то разошлись если они есть я так думаю там нет нигде все отправляю теперь свои формы в холодильник а можно в принципе в морозильник но смотрите если вы хотите их потом покрыть шоколадной глазурью либо какой-то еще там до сверху то лучше в морозилку потому что для саш лучше ложится на замороженный примут в примут такие вот если вы хотите их подавать вот такими вот в натуральном так сказать виде то просто в холодильник можно и просто в холодильник примерно на три часа но там смотрите по по ходу дела будет видно и все я бы я не хочу их сверху покрывать ничем я буду беленькими подавать поэтому я отправляю в холодильник сейчас и встретимся когда они застынут ну и посмотрите какая у меня красота получилась мятая клубника муссовые пироженки как небольшая такая часть декора у меня идет цветочек клубники и листочек клубники красиво вкусно и пусть это парикмахерша и не думает что я расстроилась у меня есть вкусные пироженки у нее нету что хотела сказать я их уже попробовала конечно же на вкус это знаете на что похоже этот мусс я его уже делала я делала с ним с таким муссом торт ну там конечно был корж снизу и при сверху я для сажем покрывала но здесь я захотела просто быстрое такое пироженка как относительно быстро и да на вкус этот мусс вот когда он прям от комнатной температуры это нежнейший глазированный сырочек вот вот начинка глазированного сырка вот это вот вот прям ну очень вкусно но естественно здесь все домашнее все натуральное и точно никакого там регулятора кислотности здесь нет это неимоверная вкуснятина и полезнятина так что если вам понравился мой рецепт мини пироженок муссовых ставьте мне лайки подписывайтесь на мой канал спасибо всем огромное всем пока пока